Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару, меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару. Сегодня мы продолжаем нашу серию воспоминаний о военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции. Мы хотим вспомнить про них глазами, устами их родственников, близких людей, людей, которые с ними служили, занимались спортом, учились в школе. Мы уже снимали Редколлегию про Максима Биланчика, который погиб в мае 2022 года. И сегодня мы вспоминаем про Алексея Мартюшева, который скончался в марте 2022 года и награжден Орденом Мужества посмертно. Сегодня мы будем разговаривать с его женой и старшим сыном Дмитрием. Мы познакомились в 16 лет с Алексеем. У нас были разные компании, и просто однажды эти две компании встретились, и я ему понравилась, и все. Мы с ним так познакомились. Он сам первый подошел. Это были школьные годы, веселые школьные годы. Ему приходилось бороться. То есть я была не одна, но он добился своего. Он не с самого начала хотел быть военным. Это ему пришло, когда его призвали вооруженные силы Российской Федерации. Тогда его призвали на срочную службу. Когда он отслужил два года, он понял, что он хочет остаться по контракту, что это его призвание. Он остался по контракту в 2003 году. Он подписал первый контракт, и в 2004 году его уже отправили учиться на курсы младших лейтенантов. Это в город Чита. Он закончил курсы младших лейтенантов. Также он поступил в Бурятский государственный университет, где его закончил. И все, и так он начал расти вверх по карьере. До 18 лет мы прожили в Более. Потом Алексей, когда отслужил, подписал контракт, он нас буквально через два месяца сразу забрал. То есть он не мог уже без семьи. Ему дали квартиру, он там сделал ремонт, и нас сразу перевез туда. Куда? В город Борзе. У нас уже тогда был старший сын. Мы родили его рано, в 18 лет. У нас трое детей, трое сыновей. Внуков еще нет. Вот это да! Вот это молодцы! Есть для некоторых отец, а есть папа, который ради своих детей сделает все. Все невозможное. Как бы вот таким он мне запомнился. Он любил спорт, и как бы это было его тоже увлечением, так сказать. Он в основном стилижи становые, ну, тяжести поднимал. Ну, так же, как бы и со спиной у него проблемы с этим потом возникали. Нужно, говорит, тренироваться, давай сдавай на вышку, в высший уровень. Он любил вообще выезжать на природу. Выезжать на природу он любил с семьей. То есть мы часто отдыхали. Он любил рыбалку, охоту. Ну, охота как таковой особо. Он не стрелял, не убивал животных. А так, в принципе, любил он очень машины, автомобили. То есть для него автомобиль тоже, я даже не знаю, наверное, хобби какое-то было. Он любил перебирать эти все запчасти. Он поэтому и стал зампотехом, как заместитель командира батальона по вооружению. То есть он постоянно был с техникой связанной. Его работа была с техникой. Для него армия это было призвание или просто в жизни так сложилось? Разговаривали про это? Нравилось служить ему? Да, ему нравилось служить. Мне казалось, что он был рожден, чтобы стать военнослужащим, чтобы быть офицером. То есть ему никакая... Ничего не подходило ему, как быть офицером. Мы не видели его по-другому. У меня у самого отец военный. Ну, уже он на пенсии, конечно. И мы когда с ним про это разговаривали, он никогда не видел меня в армии. То есть вот он, знаете, у него такая была фраза, что я за вас за всех отслужил. А как у Алексея было? Что вот дети должны пойти по стопам или нет? Ну, Алексей считал, наверное, долгом каждого сына, чтобы он побывал в армии. Что если... Он не настаивал. То есть он давал право выбора каждому ребенку. Выбрать свою профессию. Если, допустим, старший сын выбрал служить по контракту, то он, наверное, не препятствовал этому. Он был в меру строгий. Для каждого, наверное, сына он был разный. Простите. Где-то папа, где-то папуля. Это больная тема. Отзывчивый был человек. Очень отзывчивый. То есть у него не было никогда такого. Он мог позвонить, сказать, есть ли у тебя деньги, нету. Ну, то есть в любой момент он позвонит, скажет, сколько надо, а так надо отправиться. То есть без вопросов. Он меня буквально с шести лет, у него появилась первая «Жигули». Вот он меня научил на ней ездить, как бы. Он постоянно меня с собой звал в гараж. Ну, то есть заниматься машинами, что-то ремонтировать. Ну, я ему это очень благодарен, потому что теперь я как бы спокойно делаю машину у себя сам. То есть не езжу ни по всяке СТО. Как бы это мне не нужно. Перед тем, как начаться специальной военной операции, мой муж перевелся в Южно-Восточный округ. Южно-военный Восточный округ. Мы не знали вообще, что она начнется, эта спецоперация. И вот 24 февраля его батальон первым зашел туда, потому что войсковая часть, она дислоцировалась рядом с границами Луганской и Донецкой Народной Республики. Поэтому его батальон был первый, да. Но мы не думали, что это будет страшно. Контакты были только по связи, именно которые им разрешали связь. Это минута, две разговора. То есть вот такие вот у нас были контакты. И мы все знаем, что Алексея посмертно награждена Орденом Мужества. Но мы не знаем обстоятельств. Они вам известны? Да. Алексей, как я ранее говорила, что должность его связана с техникой. То есть он следил за техникой, чтобы техника была в полной боевой готовности. То есть если где-то его технику подбивают, то эту технику он не оставлял на поле. Они ее постоянно вытягивали, вытаскивали и увозили на место, ну, спокойное место, где ее можно было бы отремонтировать. И вот в один из таких дней они с водителем поехали искать БМП. И их тогда накрыло минометом. Если вы готовы рассказать про своих родственников или знакомых, которые погибли в ходе специальной военной операции, если вы хотите, чтобы память о них сохранилась в СМИ, в интернете, в памяти людей, напишите нам, и мы свяжемся с вами.